Ребята, всем привет! У меня сегодня самый, наверное, необычный обзор на моем канале. Такого никогда не было. Дело в том, что когда мне предложили сделать обзор на микроскоп, я такой, вау! Тема интересная, ведь наверняка каждому из вас было интересно посмотреть, а что там находится под ногтями, а что там находится внутри колбасы, да, или сосисок. Ну, там, не знаю, червя поставить, в конце концов, посмотреть, как он выглядит. Ну, и многие из вас наверняка видели, да, такие видеоролики из-под микроскопа на ТикТоке, там, в других социальных сетях. Я решил, окей, не буду отказывать, возьму, посмотрю, что это такое. Наверняка вам тоже будет интересно узнать. Конечно, такие страхи, как что там внутри колбасы или там под ногтями, такой ужас я вам не буду показывать, потому что иначе вы просто перестанете есть колбасу, и все, что к ней относится, вообще будет веганом точно. Вот, я покажу другие более интересные вещи. Кстати, хотел загнать свою кошку, посмотреть под микроскопом на нее, но, зараза, не поддался и убежал. Ну, что ж, в такой вот коробке приезжает к нам микроскоп. Открываем коробку, встречает нас инструкция. Микроскоп, кстати, у меня никогда не было, вот, поэтому на первый взгляд он похож на весы, знаете, на рынке, когда вот сидят и взвешивают фрукты, там, покупаешь, вот на такие весы похожи. Огромная инструкция, без которой, конечно же, не справиться, если ты не шаришь вообще ничего в теме микроскопа. Поэтому здесь много всяких инструкций, которые нужно посмотреть, чтобы понять, как собрать, что вообще делать и так далее. А также в обзоре для тех, кто, опять же, не в теме, будет много всего непонятного. Если честно, я до сих пор не знаю, как половина из этих предметов будет называться. Ну, что ж, после инструкции мы с вами достаем, что? А, правильно, вот такой вот монитор. Andostar называется. Здесь есть кнопки включения, да, и другие кнопочки. На экране защитная пленка. Вот так он выглядит. На этом экранчике мы как раз с вами будем рассматривать и видеть все, что там будем наблюдать в микроскопе. Итак, в комплекте мы что с вами еще видим? Пульт. Господи, да тут вообще дофигуще просто всего. Я так не привык, что когда в комплекте столько всего бывает. Знаете, когда распаковываешь телефон, там в комплекте хорошо есть зарядка да блок. А тут столько всего интересного и необычного. Ребята, кто из вас шарит в теме микроскопа, напишите в комментариях, как вот каждая деталька, которую я сейчас буду доставать, называется. Итак, ну первое понятно, да, провод для зарядки. Тут все понятно. Это сам блок для зарядки, что я не ожидал, если честно, здесь увидят. Тоже круто. Вот это вот что такое? Наверняка какое-то крепление куда-то, да, типа болтика. Это у нас что? Ребята, кто знает, пишите в комментариях. Это что? Пинцеты, пружины, какие-то пробники, да? Пробники каких-то. Я не знаю. Короче, интересные какие-то штуки. Такое ощущение, что я вот в лаборатории какой-то. Ну, очень интересно, очень. Я думаю, каждый из вас хотел бы попробовать хоть разочек, да, попользоваться микроскопом, посмотреть все, что у вас в голове. Вот под все это посмотреть, взглянуть, как это все выглядит. Тут разные пробники, ребята. Вот даже написано на стеклышках, что там внутри. Ну, ладно, позже разберемся. Идем дальше. Здесь вот я вижу еще такой пинцетик. Это, наверное, что-то достать, что-то положить. Прикольно. Ну, тут пульт. Пульт для управления удаленного. Прикольно тоже. Никогда не думал, что у микроскопа еще и пульт бывает в комплекте. Вот такая вот штука. Знаете, на что похоже? На объектив. Вот когда ты покупаешь фотоаппарат или камеру, у них есть объектив. И очень похоже на вот это вот. Прям надписи тоже. Возможно, это и есть объектив. Интересная тема. Мы с вами двигаемся дальше. Провод для подключения его, наверное, монитору куда-то. Ну, в общем, разберемся чуть позже. Куда-то да подключить провод. Этот HDMI, скорее всего, провод. Вот такая вот штука есть. Блок какой-то непонятный со вспышкой. Так, ребята. Вот смотрите. Два фонарика торчат. Если честно, я сперва подумал, это смеситель в ванной комнате. Наверняка вы тоже так подумали. Но нет. А там фонарики. И они для того, что... И они нужны для подсветки. Такая вот труба. И еще какие-то механизмы. В общем, без инструкции, ребята, это все, конечно же, не собрать. Именно поэтому здесь так много инструкций. Ну что ж. После небольших манипуляций. Часа два провел с этой штукой. И в итоге у нас потиху нарисовалась картина. Вот так это все примерно выглядит. Снимаем пленку с экрана. Андустар нам надпись лезет прямо в глаз. Ну, в общем, неплохо. Вот так вот фонарики направляем. Видите, эта штука оказывается для управления светом. Ну, прикольно, прикольно. Такой вот механизм здесь. Все как надо. Специальные ножки на черной доске. Металлические доски. Для того, чтобы пробники ставить туда и смотреть внутрь, что там. Конечно, здесь везде пластик. Поэтому качество какого-то прям крутого здесь не стоит ожидать. Но, в принципе, это же микроскоп. А что мы хотели здесь? Чтобы кожа на побыла или еще что-то. Все здесь слишком предсказуемо, друзья мои. Пультом также можно увеличить мощность яркости света. Ну, что ж, включаем. Надпись встречает нас Welcome. И тут вот нажимаем на всякие кнопочки. Короче, позже здесь много всего интересного, ребята. Пока какая кнопка, за что отвечать, не очень понятно. Ребят, вот я в настройках сейчас копаюсь. Здесь есть миллион разных настроек. В том числе язык. Можно выбрать русский язык и все станет тогда понятно. Это очень круто. Продолжение следует... Ну, что ж, после того, как настроили под себя, можно смело начать рассматривать, что там внутри. Вот такие вот у нас объективы. 90 миллиметров на 300 миллиметров дистанция написана. 4 на 5. Короче, разные дистанции для того, чтобы увидеть. Либо совсем близко, либо издалека. Ну, что ж, теперь давайте рассматривать все подряд. Все, что мне будет попадаться под руки. Но советую начать с самых интересных. А это именно те пробники, которые есть в комплекте, ребята. Посмотрите, какая красота. Вот так это все работает. Видно все. Какие-то пылинки, частицы. Видите, вот так правильно, да, пользоваться микроскопом. Компания в комплекте ложит специальные пробники, потому что она знает, что человек обычно не найдет какие-то такие вещи, по которым можно увеличить и красиво все показать, как это все работает на самом деле. Смотрите, ого, это какой-то таракан или что это. Прям видны волосинки у него даже. Жесть, кузнечик. А нет, это комар, походу. Смотрите, кузнечик. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok А я буду заниматься херней, смотреть всякую фигню, какая только попадется по друге. Например, листочек. Посмотреть на листочек, как он выглядит. Субтитры сделал DimaTorzok В наушную ватку На тушь, посмотреть как тушь выглядит. Волосы. Интересно же посмотреть на волосы. Ногти. Руки. В общем, друзья, напишите в комментариях, на что еще можно посмотреть под микроскопом, чтобы было прям такое вот интересненькое. Ну а у меня на канале действительно впервые в жизни я снял обзор на микроскоп. Действительно тема интересная. И ребята, напишите в комментариях, хотели бы вы иметь у себя дома микроскоп. В общем, пишите ваше мнение в комментариях. На этом я думаю, что можно уже заканчивать видео. Ссылка на покупку, конечно же, микроскопа, если вдруг вам интересно точно такого же, как у меня, будет в описании под видео. Вы сможете перейти и посмотреть. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok